Начинаем с конференции. Сегодня у нас присутствует Анна Жигалина, сотрудник благотворительной организации «Еды народа» и организатор проекта «Еды народа на «Еды народа» и Наталья Нечебаленко, директор галереи Костюринских и Улок. Включают инициативу, которую организовала «Еды народа» и девушки, сейчас о ней расскажут более подробно. Спасибо, пожалуйста. Здравствуйте. Ну, прежде всего, хотим рассказать о цели нашего мероприятия и такого уже проекта. Прежде всего, это помощь детям, которые сейчас готовятся к школе, потому что день знаний уже не за горами, и они действительно нуждаются в том вкладе, который, в принципе, посильнее для каждого из нас. Это дети Луганской области, которые остаются там и их будут переводить из разрушенных школ в те, которые еще функционируют, проводится экстренный ремонт силами, ну и волонтеров в том числе. Всех возможных волонтеров, то есть просим подключиться, все организации, будем только рады. Сейчас те школы, которые мы собираемся обеспечить, ну, тем, чем можем, с вашими усилиями, это школа Новотошковки, поселка Крымская и Трехизменки. Могут добавиться еще подопечные некоторые заведения, ну, в зависимости от того, от тех возможностей, которые мы успеем собрать, чтобы им помочь подготовиться. То есть это все, что угодно. Констовары, школьные принадлежности, сменная обувь. То есть мы хотим людям донести, что это могут быть и бэушные вещи в хорошем состоянии, да. Их можно будет приносить и в наш центр, в нашу организацию, и в галерею на Костюринском будет специальный такой контейнер, да, корзина, то есть символичная, да, для того, чтобы люди могли там прямо на месте принести то, что считают нужным и возможным. О проекте... Да, Анатолий, у вас в этом не проекте, что приносить, куда приносить? Да, ну, дело в том, что галерея Костюринский проволок, она откликается на все вот такие инициативы, которые очень важны для нашего города. Это были и благотворительные аукционные фонды поддержки газеты про арт, и мансарды Ермилова-Косарева. И вот когда к нам обратились ребята из благотворительного фонда Едына-Радына, мы поняли, что галерея может быть тем местом, которое может объединить людей в помощи, которая вот сейчас очень требуется. Почему галерея? Потому что, привозя из зоны АТО какие-то осколки, ящики, которые несли войну, и перерабатывая их, прорисовывая, вкладывая в них какое-то свое желание изменить их, мы преобразовываем вот эту энергию войны в энергию мира. И галерея – это как раз то место, которое заставляет людей переосмыслить свои какие-то, может быть, взгляды на жизнь, и, может быть, изменить их, стать немножко лояльнее, толерантнее. Потому что мы понимаем, что будет сейчас очень сложная ситуация, когда все-таки мы разные, мы жили в разных частях Украины, мы слушали разные медиа. И у нас сложились определенные понятия, которые очень сложно изменить за один раз. Поэтому мы пытаемся в рамках нашей недели благотворительности, мы пытаемся пригласить всех тех людей, которые нам согласны помочь. Нам откликнулись психологи. Во время нашей вот этой недели благотворительности Елена Скольбеда, психолог, будет рассказывать на тренинге, как можно преобразовать социодраму, вот те точки, которые нас очень сильно угнетают, но и нас, или, может быть, людей, которые переехали из зоны АТО, мы хотим методами творчества и искусства показать, что, нарисовав на полу карту, в которой будут Харьков, Славянск, Луганск, Донецк, проведя линию фронта, мы не хотим никого запугать, но мы хотим показать, что это очень близко. И если мы сейчас не соберемся, если мы сейчас не будем все работать над тем, чтобы прекратилось то, что сейчас творится, то это недалеко от нас, и не дай Бог, чтобы эта линия приближалась. Вот, ну и все-таки хотим рассказать, может быть, каждый вспомнит, но ребята занимаются больше помощью детям, и это близко, как бы, нашей галереи. И все мы помним, как мы собирались в школу, как мы этот день перед первым сентября всегда складывали и краски, и карандаши, и ранец. И когда мне сказали, что в Луганской области покупают ранец в Росочку на 5 месяцев, то это было бы, ну, как бы, такой последней каплей, вот, чтобы мы провели такой аукцион. Скажите, пожалуйста, давайте более подробно об этом аукционе, что это будет происходить, потому что мы узнали, что приносить, мы узнали, почему это делали, и теперь скажите, что будет происходить. Ну, прежде всего, то есть, как уже Наталья сказала, экспонаты, это все то, что вывезли мы, или бойцы нам передавали каким-то образом, или это другие волонтеры делились с нами, то есть это, ну, так называемые, в кавычках, сувениры, да, из зоны АТО. Конечно же, это печальные сувениры, но, как уже мы озвучили, мы их, ну, каким-то образом трансформируем. То есть, например, вот эта, ну, часть снаряда, мины, ну, поскольку я человек не военный, мне трудно объяснить конкретнее, но там даже есть выгравированные, ну, то есть номера вот этого куска снаряда, и также гильза тоже, это была боевая гильза, простите, ну, таким образом он трансформирован уже в такой подсвечник. Как его можно применить? Это, может быть, кто-то поставит в том углу, там, для себя, вот, ну, не привлекая к этому внимания, кто-то, может быть, на видно место. У каждого свое мнение, и, как мы уже говорили, свое мироощущение всего этого. Это будут также инсталляции, которые покажут, насколько близко ситуация к нам на сегодняшний день. Это будет наглядная инсталляция, вот, недавно мы ее сделали, там участвовали дети, покрасили такую, как чашу весов, да, то есть на которую можно будет на ту сторону, где мир, вложить то, что мы можем. То есть это могут быть средства, это могут быть добрые пожелания, записки бойцам, которые мы тоже отвезем, или детям письма. У нас была когда-то акция «Дети детям». Дети писали письма своим одногодкам в зоне АТО. Это было настолько трогательно, что, ну, трудно было вообще удержаться от слез. Дети иногда понимают эту ситуацию более искренне и правдиво, чем мы, потому что мы уже в напряжении, в агрессии, и часто не слышим друг друга. Вот для этого мы и собрали такой вот, такие экспонаты, они, может быть, будут кого-то провоцировать на какие-то чувства, на негативные или на грусть, как сейчас, да, но, тем не менее, это правда, от которой не скроешься. Будет инсталляция также, как из осколков снарядов, из осколков мин, которая говорит «стоп, войне», потому что хочется, чтобы это все уже остановилось. Наши усилия, людей, которые здесь находятся, посильные усилия, остановить это хотя бы тем, чтобы не развивать дальше агрессию. И вот тренинг, о котором уже Наталья рассказала, о социодраме, да, разработан именно с целью воплотить идею, то есть уничтожить, убрать из себя образ врага, как некого, то есть он у каждого настолько свой, и нет даже такого у всех единого ощущения, что это. Кто-то ненавидит государство то или иное, кто-то ненавидит своего соседа, который его каким-то образом подвел, или еще каким-то образом. То есть люди разбились на такие течения, которые дальше усугубляют это все. И для того, чтобы этого не было, важно разобраться с этим состоянием. Также на выставке будет предлагаться в рамках выставки 15-го числа в субботу будет предложен мастер-класс, тренинг, вернее, по оказанию первой помощи от инструкторов Красного Креста, на который мы тоже всех приглашаем, для того, чтобы волонтеры, это те люди, которые напрямую сталкиваются с опасностью, даже если этого не осознают. И чтобы они не делали, они должны уметь вовремя обезопасить себя, своих подопечных. Ну и, в принципе, в быту на сегодняшний день, к сожалению, это тоже часто необходимо бывает. — Да, позвольте вопрос. — Простите. — Да. — Значит, 13-го числа. — 13-го числа. — В четверо. — В четверо. — В 18.00. — В 18.00. Где? — Галерея Костеринский проволок, по адресу переулок Костеринский-1. — Произойдет что? — Произойдет открытие нашей выставки, на которой вы сможете встретиться и с волонтерами, и с художниками, которые являются авторами этих работ, которые расписывали эти работы. — Так, секунду, какие эти работы? — Эти работы, это вы, здесь некие сувениры, которые привозятся из-за этого. — Это ящики, это... — Которые образуются в арт-объектах. — Арт-объекты. — Их будут презентовать. — Да. — Выставка откроется. — Выставка. — А аукцион будет какой-то проект? — Вот, то есть выставка открывается, и в рамках этой выставки проходят вот такие тренинги, мероприятия. Расписание есть на Фейсбуке. — На Фейсбуке? — На Фейсбуке есть мероприятие «Едына родына», в котором постоянно пополняется информация о всех мероприятиях, о времени, и кто будет проводить вот тот же мастер-класс по мотанкам. Это мотанки, сакральные такие куклы, которые передаются из поколения в поколение, и которые несут именно вот такую душевную нагрузку, которая нацелена на защиту от всех негараздев, скажем так. — Не отвлекаться. — Да. То есть у нас открытие. — Потом у нас три мероприятия. Это медицинская помощь. — В этот же день 13. — 13, а открытие выставки. — Да, открытие с 6 до 8. — До 8. — 14-го любой желающий может прийти в галерею «Костеринский проволок», ознакомиться со всеми экспонатами, и если что-то ему понравилось, присмотреть себе для покупки на аукционе. — Там же можно регистрацию. — Или оставить какие-то вещи, может быть, констовары, может быть, одежду, которая для малышей 7, 8, 9 лет, которые идут в школу. Это все фиксируется, фотофиксация, все это передается в фонд Едына Радына, а они уже распределяют, то ли это Трехизбинка, то ли это Новотошковка, то ли, ну, ребята понимают, какие запросы, и они конкретно распределяют между семьями, которые… — Так, вот, в субботу. — Так, в 14-м, с какого времени, по какое? — С 11 до 6 уже, да, работают. — Вы можете прийти, ознакомиться, присмотреть, что-то оставить и поговорить. — На выставке будет оставленная анкета для регистрации, то есть на аукцион. То есть можно будет, ознакомившись с лотами, выбрать себе тот, который понравился, заполнить анкету, оставить ее там. — И сам аукцион пройдет? — И сам аукцион пройдет в субботу, в 13.00, 22.00 августа. — Через, получается, пунктиру, да? — Да, почти, да, почти. — А все эти дни работает Костюринский педагог, выставка, можете приходить, смотреть, присматривать, заполнить анкету, да? — Да, да, да. Вот, ну и мы очень рады, что лецитатором нашего аукциона согласился быть Глеб Тимошенко. Вот, я думаю, что он со своим тактом, со своим чувством... — Со своей табличкой? — Да. — Я хочу чуть-чуть, да, я хочу чуть-чуть добавить... — Почему Глеб согласился быть лецитатором? Потому что эта работа очень сложная, но интересная и в нашем случае очень благородная. Давайте я постараюсь, да, все-таки обобщить то, что происходит. Это интересная и, на мой взгляд, достаточно уникальная акция, которая пройдет в нашем городе. Она будет длиться, ну, практически чуть больше недели даже, да? — Да, точно. — Потому что открывается выставка, а сам аукцион пройдет в субботу через неделю. За все этот промежуток времени, с 12 по 22, вы можете переходить в галерею Костюринский переулок, ознакомливаться с арт-объектами, которые изготовлены из, правильно я не сказала, из сувениров, которые привезли из зоны АТО. Они из обычных снарядов, гильз, осколков, ящиков, да, превращаются в некий арт-объект, который можно использовать уже в быту. Допустим, ящик от снарядов превращается в прекрасную расписанную шкатулку. Например, гильз от, допустим, крупнокалиберного пулемета превращается в вазу. Да, конечно, с определенной долей сравнения нужно понимать, что это ваза. Но, тем не менее, это уже не несет в себе агрессию и войну. И чем отличается этот аукцион от всех остальных? Тем, что вы заранее себе намечаете объект, который вы бы хотели приобрести. То есть вы приходите, знакомитесь с ними, пишите, я хочу ящик от снарядов, допустим, позволю себе купить его за 10 гривен, к примеру. Нормально, прекрасно. Мы учитываем, что вы участвуете в аукционе. И когда лот этот будет объявлен, мы уже понимаем, что среди присутствующих есть три человека, которые хотели бы его приобрести. Да, пожалуйста, вопросы. Вопрос. Скажите, пожалуйста, будет ли интернет-сопровождение, то есть можно ли будет лот увидеть в интернете и охватываете ли вы людей, которые приобретают? Прекрасный вопрос. Ну, на этот аукцион, мы думали о технических и организационных моментах. Сейчас мы решили, что все-таки этот аукцион пройдет в рамках галереи. И будет, да, конечно, с лотами можно будет ознакомиться по интернету, там же в группах, в соцсетях. Лоты еще добавляются. Да, но лоты еще добавляются, потому что вот буквально на днях, на прошлой неделе волонтеры из Хмельницкого сообщили о том, что очень хотят подарить нам для аукциона еще две каски, которые они расписали тоже в патриотическом таком стиле. И каски едут уже скоро, будут на аукционе. И еще другие волонтеры. То есть, в принципе, каждый желающий может в течение вот этого времени, до начала аукциона, предложить свой лот. Дело в том, что, наверное, в этом есть определенная доля осознательности. Потому что мы долгое время привыкли жить в онлайн-мире. То есть воюем в Фейсбуке, в Министерстве обороны, там же пытаемся менять. Нужно выходить в оффлайн. И поэтому, наверное, правильно, что нет сопровождения интернетовского. Нужно приходить в галерею, брать объект, смотреть на него, щупать, трогать, общаться с еды народы, приносить свои констовары. То есть переходить в режим прямого человеческого общения, что нам очень необходимо. И сопровождение, наверное, не будет и дальше, сознательно, для того, чтобы было общение. Спасибо. Ну, вы знаете, у меня здесь возникла такая мысль, что он получился, этот аукцион, даже не харьковским, он уже междугородний получился. Все украинские, получается. Да, получается, все украинские. И если, ну, у нас в подписчиках есть очень много людей, скажем так, из-за границы, и если они, увидев тот же воспесной ящик или какой-то сувенир, захотят и напишут свою цену, до которой наша цена на аукционе не дойдет, то я думаю, что мы, может быть, отправим это все в другую страну даже. Поэтому вот эти вопросы... Ну, посмотрим, да. Просто мы не делаем онлайн-голосование, которая... Потому что иногда люди присылают и говорят, я хочу купить, я хочу помочь, я хочу перечислить такую сумму. И получается, что, может быть, даже на аукционе мы не дойдем до этой суммы, а по интернету мы продадим этот объект. Просто, да, онлайн-голосование мы не делаем, но, в принципе, если такое желание есть, у нас вот был опыт, что с Киева покупал человек Дашиной расписные ящики и очень хотел купить еще. Но потом, почему-то, не знаю, вот, видимо, как-то обстоятельства изменились. Но в любом случае, есть такая возможность. Просто нужно, опять-таки, подать заявку вовремя и заполнить, чтобы это было все-таки честно и адекватно по отношению к тем покупателям, которые здесь. Средства, которые будут заработаны на этом аукционе? Пожалуйста, прокомментируйте, что будет с ними? Они будут направлены, ну, естественно, будет составлен прежде всего прилюдный протокол о том, сколько собрано и так далее, с датой и со всеми прочими средствами фиксации. Дальше мы еще раз связываемся уже по итогам с луганской администрацией нашей, то есть, которая сейчас находится в северодонецке, и они нам сообщат о том, сколько, ну, исходя из этой суммы, да, что лучше всего обеспечить. Мы всегда так делаем, то есть, ну, по самому кризисному, там, случаю, да, одной из школ. Естественно, остальным мы тоже будем по мере возможности обеспечивать хотя бы даже теми же сборами в школах. С 1 сентября дети выйдут, можно будет объявить сбор там. Это достаточно эффективно. Обычно какое-то количество, ну, очень активно школы помогают в этом смысле. Просто сейчас каникулы и… То есть, получается, все средства будут направлены на то, чтобы компенсировать потребности, которые необходимы детям, которые начинают новый учебный год? Может быть, скорее всего, это будет какой-то, как правило, однотипный там товар, я не знаю, может быть, тетради на всех купить, может быть, ну… Портфели, может быть, или констовары, может быть, да. Да, социализация, сейчас вот ведем переговоры там с фирмами, ну, производителями констоваров, ну, чтобы была какая-то скидка хотя бы на то, чтобы как можно больше детей удалось обеспечить. Ну, да, я думаю, даже вот те же краски, вот пример девочки из Донецка, которая сейчас с родителями живет, и этот ребенок расписывает эти ящики, и тем самым, как бы, она своей волей и освобождается от этого, и она помогает, ну, она очень помогает, ну, чувствует, что она помогает. Это осознанно тоже. Да, да, это ее такие пожелания, что все средства, которые вот я вот буду расписывать, я буду это все делать, а деньги пусть идут вот к деткам, и, то есть, ну, это такие поступки, которые, ну, нам нужно учиться у детей, да, и тем самым мы формируем свое будущее, и если дети будут открытыми, если они будут дружными, если у них не будет каких-то, ну, представьте, если ребенок идет в школу, а у него нет ручки красивой или карандаша, он, конечно же, будет какая-то... Ну, если у него просто ручки нет, да, вот писать нечего, да, просто писать нечего. Эту ситуацию, ну, пусть лучше он порадуется этому всему, и, как бы, настроение у него будет лучше, и, ну, это мелочи такие, но мне кажется, что из этих мелочей вообще строится вся наша жизнь. Понятно. Давайте вот, и так, еще раз повторим. Значит, 12-го числа... 13-го. Ой, простите, 13-го числа, послезавтра, открывается выставка. Выставка, да. Галерея называется Костюринский переулок. Продлится эта выставка с 13-го по 22-е. Полностью приглашаем всех вас посмотреть на все объекты, которые там будут выставлены. 22-го числа пройдет аукцион. Начало аукциона? В 13-00. В 13-00. Там же, там же, в галерее Костюринский переулок. На протяжении этой недели, с 13-го по 22-е, вы можете побывать в этой галереи, присмотреть себе объекты, которые вы бы хотели приобрести, и заполнить их в анкету, что вы готовы дать какую-то сумму за него. Все, кто подписывается под этим, под объектами, будут участвовать в аукционе. Если объект интереса не вызвал, он, соответственно, наверное, у нас участвовать не будет, получается, да? Ну, либо... Ну, он остается до лучших времен. Да, он остается до следующего раза, да. До лучших времен. Поэтому выбирайте, пожалуйста. В соцсетях, в группах, это в Фейсбуке, Едина Родина, Едина Краина. То есть мероприятие создано под названием Едина Родина, Едина Краина. Его можно найти у нас в группе, то есть благодейная организация, всеукраинский благодейный фонд Едина Родина. А в ВКонтакте это тоже аукцион Едина Родина. У вас на сайте? На сайте, да. На сайте, в принципе, мы специально сейчас не заполняем новыми, другими новостями, для того, чтобы люди могли удобно для себя просматривать. Там есть по каждому интерактиву и расписание общее всех мероприятий и всего, что будет. На страничке у Костюринских проволок. Ну, тоже все время забываю адрес еще раз. Скажите, Костюринский проволок Одын. Одын. Костюринский проволок Одын. Ну, проще всего, это просто центр города рядом с... Слева от панорамы, то есть это... О, вот когда вы сказали слева от панорамы, вы все сразу... Сразу понятно. Ну да, для жителей Харькова это понятно. Спасибо большое. Боже, какие-то еще вопросы есть? Скажите, просто, а вот чьими руками были сделаны вот эти вот сувениры, скажем так? Чем реконструкция, трансформация? Ну, на самом деле, Едына Радына приложила к этому руку, и все друзья-волонтеры помогали, вот, допустим, с ящиками. Приходилось, ну, там... Даша и вся семья очень ответственно к этому относятся. Они вот принципиально все шлифуют, разбирают, заново все вкручивают. То есть мы помогали шлифовать. Вот Игорь Лебеденко, наш постоянный волонтер, который помогает отвозить помощь, в зону АТО, он, собственно, наручно все отшлифовал. Мама с папой Даши очень активно помогают. То есть они буквально там неделями все это помогали ей красить. Ну, допустим, инсталляции, которые вот вы сейчас видите, это уже вот наше творчество. Все выходные мы проводим примерно в таком занятии. Кстати, отлично помогает отвлечься от действительно онлайн каких-то постоянных процессов или поездок, или еще чего-либо. Много тоже поделок будет от детей, подростков, Харькова и Донбасса. Но Харькова, опять-таки, так или иначе имеющих родственников в зоне АТО. То есть это дети, которые вот что-то свое придумывают. Там будут интересные такие вещи довольно. И картины, конечно, да, Даши на картины. Может быть, есть еще там художники, которые, может быть, успеют закончить свои работы профессиональные. Вообще у нас уже есть, ну, девушки еще не знают, но у нас уже есть еще одна идея, которую можно будет реализовать, и не очень интересная. Это будет на следующем аукционе, то есть я девчонкам расскажу. Будет здорово. Мы пригласим всех художников наших, талантливых, молодых особенно, для того, чтобы вот таким образом поучаствовать. Подробности расскажем. Ну, мы в этот раз принципиально отказались от, ну, большого количества профессиональных работ, именно художников, с целью того, чтобы показать, что это, ну, все-таки не предмет профессионального искусства, именно в том понимании, как мы это, да, привыкли видеть, картина в рамочке и так далее. Но при этом это все-таки арт-объект, который сделан с максимальным количеством эмоций, которые вложены и детьми, и людьми, которые с этим связаны. Вот есть такой объект у нас интересный, вот смотрите. Да, Рамслава сделана вот тоже. Это гильза, танковая гильза, выстрела. Кто автор? Автор, кто автор? Автор, кто-то автор. Я сейчас не могу... Нет, нет, я не художник, к сожалению. Бог этого мне как раз не дал. Ну, дело в том, что... А вы готовы ее предложить? Ну, это, на самом деле, эксклюзивная вещь. Да, дело в том, что этот аукцион, который проходил в Киеве, собрали около двух миллионов гривен, но ящики там расписывали профессиональные художники, самые известные украинские художники, я знаю, Ройбов, Детистал, все откликнулись, и в Киеве этот аукцион прошел с большим успехом. Я не знаю, может, мы еще не выросли до этого уровня, может быть, просто не тот этап. Нет, дело в том, что цель-то аукциона — собрать деньги. Не важно, что ты на нем купишь, ты можешь даже ничего не унести. Но ты почувствуешь себя сопричастным к тому, что ты в наше время помогаешь, делаешь такое доброе дело. А уже где это все будет находиться? По поводу сопричастности. Напоминаю, что каждый желающий может либо прийти на мастер-класс, который запланирован, но пока сейчас группа уже практически набрана, потому что там мы пригласили как раз деток из Донбасса и с их родителями, и наших постоянных самых юных волонтеров, которые участвуют в наших мероприятиях. Но можно сделать собственноручно, вот, это разработка нашего мастера Елены Дельбековой, полевой ангелочек. Она вот придумала, что боец может даже, если захочет согреться там ночью, то может выпить чай с травой, которая вот здесь набита. Это лечебные там травы, сбор, то есть, которым набивается это. Ну и можно будет оставить записочки, вот, которые вот видите у него. Да, у спичка примотанная. То есть, там будет возможность составить что-то и для детей, и для бойцов, которым хочется что-то передать, и нет все время времени как-то специально куда-то вырваться. Вот такая прекрасная идея, задумка, которая будет реализована с 13 по 22 число в городе Харькове, в галерии Костюринский переулок. Пожалуйста, участвуйте. Это не просто какая-то вот, знаете, люди просто сдают деньги, там, на счет перечисляют. Это еще и вложение вашего сердца. То есть, вы выбираете какой-то объект, вы хотите, чтобы он был у вас, вы его покупаете, и это будет для вас в вашей доме, в вашей квартире, будет постоянным напоминанием о том, что вы сделали это доброе дело. Более того, что вы помните о том, что идет в Украине война, и понимаете о том, что вы должны каждый день что-то делать для того, чтобы она как можно быстрее закончилась. Спасибо. Спасибо.